Всем привет и сегодня мы поговорим о войне Анонимусов и Иона Маска. Погнали! Хакеры из группировки Анонимус объявили войну основателю Тесла и SpaceX, Иону Маску, который обвалил курс криптовалюты Биткоин. Пока у трудолюбивых людей рушатся надежды из-за ваших публичных истерик, вы продолжаете издеваться над ними с помощью мемов, находясь в одном из своих особняков. Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили равного себе. Мы Анонимус. Мы легион. Мы идиот. В начале июня в Майами состоялась крупнейшая в мире конференция Биткоин 2021, посвященная Биткоину. На мероприятии в частности выступил основатель Твиттера Джек Докси, подтвердив свою репутацию серьезного сторонника этой криптовалюты. А вот Ион Маска, чья Тесла заработал на Биткоинах больше, чем на продаже электрокаров за год, не оказал списка спикеров. 4 июня Илон Маск выложил в свой Твиттер мем про расставание и упомянул Биткоин. Также в посте был эмоджи, цифровой валюты и разбитого сердца. После этого стоимость Биточка рухнула на 3000 долларов, опустившись ниже 37 тысяч долларов. В начале февраля 2021 года Тесла Ион Маска объявила об инвестициях в первую криптовалюту. Разводитель электрокаров купил Биткоинов на 1,5 миллиардов долларов и заявил, что готов принимать токены в качестве оплаты за свои продукты. Однако в мае миллиардер сообщил, что его компания отказалась от приема Биткоинов, насколько обеспокоена быстрорастущим использованием для майнинга и транзакции первой криптовалюты, ископаемого топлива, особенно угля, обладающего худшим уровнем выбросов. Кроме того, Маск намекнул, что Тесла может продать купленные ранее Биткоины. Тогда стоимость Биткоина упала ниже 45 тысяч долларов. По мнению хакеров из Тесла... О, блин. По мнению хакеров из Анонимус, Тесла купила Биткоины на государственные мании, а теперь хочет избавиться от них, чтобы и дальше получать деньги из американского бюджета. Так, ну ладно, в этом мы разобрались. Но вот кто такие Анонимусы? Анонимус – это сообщество. Берет свое начало в 2000-х. Не имеет ни лица, ни руководства. Их девиз – мы легион, под которым подразумевается якобы большое число людей. Сторонники Анонимусов выступают против корпораций. Власти, цензуры в интернете, преследований и надзора. Из-за чего периодически изламывают различные крупные сайты и сливают данные. Но в 2021 году понятие Анонимуса изменилось. А все из-за детишек в Сиртоке, который одевает маску Анонимуса и снимает видео. Но Анонимус – это совсем другое. А теперь я вам расскажу, почему я снимал видео где-то 2 месяца. 30 апреля я выложил такой пост, а 2-3 мая выложил это видео. Вы его что-то заблокировали. Не беспокойтесь, я в этом разберусь. И вот с начала мая я не снимал видео. А почему я тогда не снимал видео? У меня же было очень много времени. Так вот, это была последняя четвертая четверть, которая была дофига тяжелой. Очень много ссоров, очень много сочи и так далее. Но поэтому я даже забыл про Ютуб. Но вы сейчас скажете, 25 мая уже прошло. Почему ты тогда не снимал видео? А все из-за того, что я уезжал. А потом, когда я приехал обратно, мне было снимать лень видео. К тому же не было интересных новостей. Я не остановлюсь делать контент, пока меня с ней не узнает весь Ютуб. Даже хотя бы 1 миллион человек меня будут знать, и это не будет нормально. Но я хочу достичь большего. А большая благодарность моим хейтерам. Хейтеры, спасибо вам, что вы есть. Вы дадете мне большую популярность. Но на этом у меня все. Пить и курить и арегато. Ой, блин. Всем спасибо за просмотр. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. Всем удачи и всем пока-пока.